Представляю вашему вниманию, Фантомерс, онлайн-шутер с современной графикой, оригинальной системой прокачки оружия и реалистичной баллистикой. Стремительные сражения проходят на интерактивных, хорошо сбалансированных картах, которые переносят игроков в разные уголки планеты, от джунглей Амазонки до городов Ближнего Востока. Разнообразие режимов и колоритные персонажи с уникальными способностями не дадут вам скучать. Выберите один из шести игровых классов с уникальными способностями, модифицируйте оружие и отправляйтесь в самую гущу сражения. А если вас заинтересовало, ссылку на игру я оставлю в описании этого видео на ютюбе. Проходите, качайте, играйте и вы не пожалеете. Фантомерс, мяса будет много. Всем привет, дорогие друзья, с вами Феостван и это очередное видео, посвященное игре Королевский замес. Итак, друзья, сегодня расскажу вам, ну покажу свою новую колоду, хотя она, знаете, у меня тоже такие странные чувства вызывает. Мне, может быть, она как бы и не очень удобна. У меня раньше был, вот я сейчас просто, у меня появилась новая карта дракона и я хочу ее сегодня потестировать, и поэтому я ее добавил в свою колоду. Но, как бы, всего 8 карт на руках, пришлось кого-то скидывать, и я скинул парня с динамитом, хотя он мне тоже очень нравился, потому что он, во-первых, и хорошо против толп справлялся. Там какая-нибудь толпа зомби, выставляешь парню с динамитом, все, и зомби полягут, и иногда там кто-нибудь, кого следом рядом с ними выпускали. Дракон в этом плане, ну он тоже, да, хорошо толпу убивает, но он и сам такой хиленький, довольно быстро погибает, особенно если там враги используют каких-нибудь снайперов. То есть его только за крепкой спиной кого-нибудь хорошо выпускать, ну или если надо там побить каких-то ребят, которые наземные, но по воздуху не бьют. Ну, в общем, не знаю, сегодня давайте уже это, сразу в бой начнем тестировать нашего дракона. Хотя, в принципе, ну как бы вот по рейтингу я сейчас вроде двигаюсь, так что, наверное, не такая плохая колода, но в целом у меня вот все равно как-то, я не знаю, с подрывником мне веселее было. Так, враг у нас пошел по правому флангу. Гномами. А мы чем ответим? Ну, мы пустим тролли пока что. Так, пустим, я думаю, пташек, пускай они пока что этих гномов бьют. Они же наземные, пока они будут на пушку отвлекаться, эти их побьют. Можно вот так еще. Так, он динамитчика вывел, да? Ну, а мы вот так пойдем. О, смотрите, как хорошо. Толпа зомби рассыпалась об дракона. Здесь дракон отлично отыграл. Сейчас еще снаряд бы запустить. Вот это здание ему снести. И вышку заодно поддамажить. И смотрите, и некроманту сейчас достанется, и гномам, которые появились. Отличный залп, прям повезло мне сейчас. Прямо вот, друзья, сейчас у меня все складывается как нельзя лучше. Так, пока что. Хорошо бы, конечно, пушку поставить, но она же будет медленно увядать. Давайте вот так вот. Пушечка пошла. Гномы в любом случае, да, они будут на нее отвлекаться. Здесь у нас пойдет. Так, я даже не знаю, что. Да, здесь у нас пташки сейчас пойдут. Все-таки я отбиваюсь. Ну давайте вот так. Давайте нападем на него еще одновременно. Посмотрим, как он среагирует. Потому что если он не среагирует, она ему прилично урона нанесет по башне. Так, снайпер пошел. Снайпер, отвлекайся вот на этого парня. Ага. Слушайте, ребят, что-то тут как-то жестко. Надо было дракона выводить. Он хорош против толпы и по воздуху бьет. Ну, как бы это, недоступен для многих для атаки. Так, мы сейчас вышку можем потерять таким макаром. Короче, давайте еще раз в атаку бестию поведем. Он сейчас, он не успеет среагировать. Ему сейчас бестия снесет вышку. Это для него плохо кончится. Так, ну вот, друзья. Отстояли. Хотя такой веселый был бой. Ну, все-таки, видите, вот как-то у меня получается. Я раньше в 1200 держался рейтингах. Как бы ни туда, ни сюда. 1200 с чем-то там. Ну, как бы это у меня примерно... А сейчас вот уже на 1300 с этой колодой выбрался. Может быть, она и получше. Моей все-таки дракон тоже иногда. Вот сейчас он вообще в начале очень хорошо сыграл дракон. Когда мы там его выставили. А враг сразу решил против тролля выставить. Ну, так же, как я действовал. Толпа зомби против тролля. И тут дракон ему так хлобысь. Нет толпы зомби. Как бы в этом плане он хорош. Так, что у нас тут? Пушка для начала, наверное. Потому что все остальные карты, они такие мелкие, что с них начинать не самый лучший вариант. Вот с бестией уже можно было бы пробовать быстрое начало. Враг тоже ставит пушку. Мы можем сделать... Мы можем сделать вот так, я думаю. Дальше я даже не знаю, что сделать. Пускай ближе подойдет. Мы можем вообще бестию выпустить против вражеской пушки. Она ее снесет и сразу пойдет. Блин. Как он не вовремя. Только я выставил, а он мух своих ставит. Я думал, она их снесет. Еще дальше сходит. Вышка сама всех перебьешь. Да, мы лучше сейчас будем подготовиться к мощной атаке. Смотри-ка. А как он выставил на мою территорию своего некромата? Что за глюк? Почему он ставится на моей территории, друзья? Что это за гон? Я такое впервые вижу. И меня это... Ну, нельзя сказать, что радует. Ребят, вы чего опухли? Ну и ладно. Я сейчас тебе все равно снесу вышку. Это какой-то, я не знаю, баг или что это. Но это его не спасло. Слушай, мужик, я сейчас... Да ты, пожалуйста. Пожалуйста, выставляй. Хоть снеси мне эту вышку. Я тебе сейчас вторую вышку уничтую. А, даже не успею. Почему у меня две звезды? Я ему что... Нет, если бы я снес ему базу, было бы три вышку. Я ему снес только одну. Короче, я не знаю. Друзья, тут что-то странное творится. Ну, точнее, не звезды. Две короны. И, кстати, мы получаем королевский сундук. Или как? Коронованный сундук. Можно его как угодно назвать. Хотя, может быть, у него есть какое-то реальное название. А я его тут обзываю по-всякому. Так, отлично. Можем улучшить рой. Плюс шесть урона. Тринадцать здоровья. Мне нравится рой. Это, знаете, такое быстрое решение, которое не требует много эликсира. И там они могут неплохо задефать против тех же самых юнитов, которые не бьют по воздуху. Неплохо могут, допустим, если на вас летит, там, предположим, дракон. И он уже отличен на какую-нибудь вашу постройку. Или каких-то ваших бойцов. Вы ему тут же рядышком рой призываете. И хоть он бьет по области, и их бы быстро уничтожил. Но пока он отличен, вы можете, ну, как бы, неплохо накидать вот этими вот мухами по дракону. Ну, короче, хорошая карта. Так, что у нас здесь? Неплохо тут дракон маленько успел подамажить. Только нам что делать? Нам надо срочно обороняться. На нас тут толпа надвигается. У нас, похоже, враг, знаете, такой, как бы это, как я их называю, массовик-затейник. У него, похоже, много таких карт, которые создают толпы. Так, зяблики. Смотрите, еще одну построил. Новенькую. Давайте вот так. Но все равно он нам дамажит, дамажит. Сейчас помаленько. Мы пока что только обороняемся. Хотя одну вышку мы ему неплохо пробили. Пока он, так сказать, можно сказать, был отвлечен. Чем обороняться? Нам бы пушку против некроманта, а у нас нету. Вот, есть пушка, но пока мы на нее эликсиры накопим. А дракон вообще на левую ветку полетел. Не ожидал от него этого. Смотрите, он вызвал их против дракона. Они не совсем поступили так, как ему надо. Так, блин, что-то я, это, трачу время зря. Блин, плохо ее призвал. Она сейчас просто пойдет смертью храбро. Просто я увидел, что у меня 10 эликсира, а я что-то зеваю. И такой, блин, блин, быстрее действовать. А сдействовал очень неумно в условиях спешки. О, смотрите, как сейчас бух. Так, блин, зря она сейчас на пушку отвлекется сначала. Так, отлично. Прямо вовремя. Так, давайте. Мух перебьет вышка. И сразу, как только мух не станет. Вот, все, пошли по правой стороне. Не успеет, да. Один удар, и она еще погибает. Все, отлично. Вышку мы снесли. Так, ну что. Помаленьку, уверенно, набираем очки. Скоро в 1400 поднимемся. В принципе, пока что колода себя неплохо проявляет. И дракон тоже, в принципе, если его вовремя использовать, он вообще неплох. Если он там за чьей-то крепкой, могучей спиной танкует, он успевает так, ну, допустим, вот против предыдущего врага. Он очень хорошо толпы раскидывал. А ведь он, как бы тут, знаете, как бы по большей части я воспринимаю эту игру как борьбу эликсира. То есть, если ты правильно используешь свои силы, то враг там, допустим, потратил на что-то столько-то эликсира, а ты потратил меньше, чтобы уничтожить то, что у него есть. И значит, у тебя еще остается эликсир, чтобы использовать его, так сказать, в контратаке. О, ты смотрите, у него тоже такая штука есть. Надо срочно отбиваться. А он вот совсем не отбивался, поэтому он потерял очень много здоровья и его вышки. У нас тут еще дракон бьет одну. Это уже задамажено. Но мы его дракона легко отобьем. Знаете как, мы сейчас пошлем тролля. Он отвлекется, чтобы его бить, а в это время вышка будет бить дракона. Так, он тут гномов выпускает. А мы драконов. Ну, тролль наш, конечно, он никуда не уйдет, но он, в принципе, свою роль выполнил. Он затанковал дракона. Но мог бы, как вариант, еще и вперед пройти. Так, здесь что, в вышке будем танковать. О, очень хорошо. Дракон еще успеет выстрел сделать по башне. Помаленьку колупаем. Теперь надо как-то, чтобы он отвлекся на какой-нибудь фланг, левый, правый. А мы в это время выпустили бестию справа. Вот, отлично. Только и он нам бестию выпускает. Но мы сейчас поменяемся. У меня есть мухи, чтобы быстро от его бести отбиться. А он чем будет действовать? Драконом. Он вышку, короче, сейчас потеряет, ребят. От дракона мы, опять же, вот так тролля выставим. Пускай он затанкует. Так, сейчас дракона убьют. Мы еще толпу зомби против его гномов выставим. Там мухи у нас летят. И пушка затанкует. Так, отлично. Мухи пускай идут на башню, а мы пока что пойдем в бой бестии. Дракон отвлечен. Можно толпу зомби на башню, на замок направить. Так, он мух призывает. Что-то я вообще даже не пойму, что у нас там творится. Но у нас творится, что время кончается, а у меня победа по одной вышке. Так, что отлично. У нас уже 1419 очков. Идем дальше. Если все так пойдет и дальше, там победа за победой, можно и полторы тысячи набрать. Так, Денис. Привет, Денис. Давайте, может быть, с ракеты начнем, если он какое-нибудь укрепление поставит. Он ждет. Ну ладно, сделаем первый ход. Так, не нравится мне это начало. Я, конечно... Так, ну... Мы отбились, конечно. Ну и он, он быстро отобьется. Короче, тут все плохо случилось. Для нас. Так, он пробует там пойти добить, да? Я мог, кстати, ракету ударить тут. Смотрите, он прямо меня разбивает, друзья. И мне надо в любом случае тут пушку ставить на левый фланг, потому что здесь вышка уже под ударом. Он сейчас сделает какую-нибудь атаку, и я не успею среагировать. Ага, вот на такую атаку я точно не успею среагировать. Блин, и что мне делать? Мне, по идее, даже, ну, две ракеты не хватит. Но все равно потратимся. Может быть, я успею до конца матча там как-то эту вышку ракетами закидать. Так, давайте быстро бестию. Может быть, она успеет вышку снести, если он не будет реагировать. Сейчас, вот смотрите, сейчас туда ракетой очень хороший будет выстрел. Отлично. И давайте успеваем вышку снести, нет? Маленько у него здоровье. Картечь, может быть, добьет. Блин, чуть-чуть здоровье. А он сейчас успеет. Блин, ребята. Жалко, что у меня была бы чуть-чуть более качаная картечь, и я бы ему эту вышку снес. Или был бы у меня ракетный снаряд получше. Но это был прикольный бой. И он, да, он действительно молодец. Поэтому я не хочу с ним снова драться. Боюсь, ну, я не знаю, опасно с ним реванши брать. Можно еще раз проиграть. Чуть-чуть, чуть-чуть, буквально самую капельку сейчас выжду. Кстати, кланы появились? Нет, кланов не появилось. Зато игра появилась на андроиде. Как бы вот, если смотреть там по обновлениям. Так, ну что? Что будем делать? Давайте жесткую связку попробуем вот такую начать. Посмотрим, что он против нее сделает. Еще вот так вот сделаем. Дракон, давай уничтожай мух. Ну, что, нормально. Нормально он отбился. Что еще сказать? Давайте быстренько вот так попробуем. Прессинг. Что там, снайперы его затанкуем вышкой. Вот единственное зомбарей. Он, конечно, нормально тут бьет. Но он-то больше потерял. Просто забив на оборону. Будем это иметь в виду. Он может, видите, уходить в раж. Он пошел по левой стороне. А мы пойдем по правой. Раз он так. Иногда забивает на оборону. Так, нет, дракона зря высадил. Он сейчас обгонит нашего тролля. Это не есть гуд. Нам надо пушку срочно ставить. Ох ты, е-мое, как больно сейчас мне будет. Мы тут, конечно, тоже снесем ему. Но он мне сейчас базу начнет уже сносить. Но, блин, мне. Он может сейчас уже здесь высаживаться. А у меня у базы почти здоровья нету. Короче, все жестко началось. Ага, и что я тролля? Тролль, тролль, тролль. Что против его тролля сделать? Друзья, у меня нечего вообще против... Против его тролля нечего против его поставить. Короче, он мне сейчас добьет базу. Была бы хотя бы толпа зомби. Ну, как бы она потом появилась, но уже поздно. Так. Ну, с этим парнем я бы взял реванш. Вот, да, опять он. Он пошел троллем издалека. А мы сейчас тоже пойдем, ну, встретим нашим троллем на нашей территории. Пускай они там пока... Он будет вытанковывать те войска, которые он сейчас выпустит за своим троллем. У тебя снайпер, да, пошел. А у нас дракон пойдет. И у него дракон пошел. У нас еще тут вышечка помогает. Так, вот это, кстати, жесткая фигня. А этот снайпер неплохо бьет. Далеко, смотрите, почти от моста. И при этом, я бы сказал, довольно мощно. Смотрите, от башни мало что осталось. Надо тоже взять на заметку эту карту. Посмотрите, хоть сколько она стоит. Ну, что, тоже пойдем сейчас от обороны. Он сейчас опять же сделает там тролль, дракон и прочее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все очень плохо, друзья. Моей вышки сейчас не будет. Надо как-то ему по-быстрому пытаться вышки сносить. Но я не знаю, как это делать. Надо как-то вроде и дефаться, потому что он тут наседает. Надо как-то, знаете, так умудриться отдефаться и напасть. То есть смести ему войска и перейти в контрнаступление. Блин, все, уже, в принципе, об этом мыслить нет смысла, потому что время заканчивается. Так, ну, неплохо, неплохо. Давайте вообще посмотрю, вот что он использовал. Он использовал какого-то снайпера. Снайпера-одиночку. Вот этот снайпер, он один, да? Или их... Так, количество. Но он стоит 5. Здоровье у него 370. Урон. Урон в секунду сотня. Но это еще, если не прокачанного, да, смотреть. Хотя не, он у меня 2-го уровня. Ну, даже не знаю. И он использовал ярость. Вот ярость выглядит как очень хорошая штука. Она у меня, правда, 1-го уровня. Ну, прямо помогает затащить, когда там у вас собирается толпа на толпу, и ты еще своей толпе ярость кидаешь. Но пока что будем играть с той колодой, которая есть. Хотя вот последние бои мы что-то уже как-то проигрываем. Так, Юра против нас. Юра, давай, вот быстрый ход тебе, реагируй. Юра, ты плохо среагировал. Ты позволил снести свои вышки прилично здоровье. Так, сейчас вышка отобьется. Твоего тролля мы драконам пока побьем. Ну, хотя надо зомби выпускать. А ладно, птичек выпустим. Ну, успеешь же задамажить. Так, можно три здания накрыть? О! У врага целая куча ос. И, блин, это делает... И это делает мне больно, очень больно. Я даже не успел, пока я... У меня эликсиры нету. Все, у меня вышки нету, друзья. Враг у нас толпами сражается. Короче, тут надо, знаете как? Тут надо драконом пытаться отбиваться. Допустим, тролль и дракон. Вот что действительно будет, наверное, хорошо против этого врага. Хотя даже тролль, наверное, не очень хорошо, потому что он не сможет их долго танковать, если вот так рассуждать по чесноку. ТОПОТОПОЛЬНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Прямо он заряжает своими толпами. Продолжение следует... Ну что, что-то продолжаю я, друзья, терять рейтинг. Ну, не знаю, мне нравятся достойные противники. И мы, в общем, что, мы возвращаемся к 1326. Может быть, тоже попробовать как-нибудь ради интереса колоду из кучи-кучи карт. Хотя у многих еще некромант. Вот сейчас-то в руках тоже такой хороший парень, который помогает сносить толпы. Так, а я тут что-то думаю. Я тут время трачу. Так, удастся кого-нибудь из них задеть? Типа там тролля. Так, тролля задели. Так, чем мы добиваться-то будем? Нам уже их некромант вышку бьет. Так, а вот это он ближника, наверное, зря отправил. Сейчас он до вышки, не дойдя, большую часть здоровья потеряет. Надо уже самому переходить в атаку, а то я все дефаюсь, дефаюсь и не очень успешно. А вот, смотрите, он не смотрит. Сейчас мы ему так прилично вышки подснесем. Ох ты, как хорошо дракон там расправился. А я пушку, получается, зазря поставил. Сейчас он еще по этой стороне пойдет атаковать. Давайте это начнем издалека. Так, дайте мне шесть. О, знаете, сейчас было бы хорошо некроманта достать и вот эту постройку. Что, некроманту что ли не досталось? Очень жаль. Так, все это... Блин, я не знаю, чем отбиваться. Против меня такая толпа. Но вот эту вышку ему снести будет легко. Одной ракетой или чем-нибудь. Мне главное свое сейчас не потерять, что у меня есть. Задефаться. Так, ну и все. В общем, такая вот наша победа. Ну, я смотрю, дракона практически все используют. Всем, в принципе, он нравится. А у меня он появился только недавно. Мне как-то все... Какие-то другие карты давали. Так, Алексей против нас на этот раз. Что, попробовать сходу посмотреть на его реакцию. В любом случае, она успеет долететь, там что-нибудь надамажить. О, дракон, это отлично. Она успеет и удар сделать, и может быть даже два удара. И мухи тоже хорошо им, потому что достанется. Только теперь надо чем-то дефаться. Так, все, ладно, хватит. Пора маленько вкопить эликсир. Пускай подходит ближе. Блин. Плохо, плохо. Сейчас дракон всех перебьет. Давайте своего дракона на их дракон. Их дракон еще вышка бьет, но он бьет уже нашу вышку. Вот что плохо. Знаете, он сейчас будет против дракона дефаться. А мы давайте так, по-быстрому бестию вот здесь. И посмотрим, как он среагирует на нее или нет. Я специально на край выставлял, чтобы она не на пушку полетела, а именно на вышку. Мух, наверное... Ох ты, блин, какие жесткие мухи у него. Смотрите, они у него... Их моя вышка три удара тратит, чтобы убить. Это очень плохо. Давайте вот так задефаемся. Отведем его на нашу пушку. Выставим муху, пускай его бьют пока что. Против его мух пойдет шрапнель. Так, ну и надо бы подумывать о своей атаке. Давайте так. Ты подходи. Пускай пока что вышка нам помогает. Пускай нам помогает наш дракон ручной. Так, ну и пускай к тебе туда летит засланец. Успеешь ударить? Что-то там вроде успел. Так, у нас 14 секунд. Нам надо продавить эту вышку. Хотя у нас что? Что мы паримся? Нам надо ракеты использовать. Там еще потом, если дадут одну ракету, то вообще будет хорошо. Вот, по дракону ракета. Баба. Нет, дракону кажется не досталось. Вы сколько? 74 по постройкам. Так, дефаться будем вышкой. Короче, сейчас еще одна ракета и все. И дело в шляпе. Хотя у нас тоже с созданием, смотрите, все плохо. Так, ну что, отлично. Отлично, друзья. Еще 23 рейтинга. Ну что, давайте, наверное, на этом и закончим наш сегодняшний выпуск. В следующем, может быть, мы как-то поменяем колоду, поиграем с другими картами на руках. А я на этом попрощаюсь. С вами был 11101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok